Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в разных форматах тест-драйвов, сравнительных, а также обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Одним из наиболее популярных и востребованных классов автомобилей в нашей стране являются кроссоверы. Кроссоверы позволяют людям, которым не нужен большой тяжелый рамный внедорожник, получить хороший объем салона, комфорт и высокий дорожный просвет. Да зачастую такие машины еще и оснащаются полным приводом. В последние годы изрядную популярность набрали автомобили из Кореи. Крупный корейский концерн Kia Hyundai выпускает довольно большое количество паркетников, причем большое как в плане модельного ряда, так и в плане количества автомобилей, которые попадают на рынок БУ и в том числе до сих пор на рынок новых автомобилей. Хотя в наших обзорах мы зачастую берем машины поддержанные, но наш сегодняшний экземпляр может претендовать на то, чтобы с некоторой маленькой натяжечкой в 7000 км называться все же новым автомобилем. Следующие несколько минут обзора мы посмотрим на машину снаружи и изнутри, поговорим про технику, а также осмотрим его на подъемнике. Встречайте, Hyundai Santa Fe 4-е поколение, кузов TM. Четвертое поколение Hyundai Santa Fe в кузове TM появилось в 2018 году. Автомобиль стоит на конвейере по сей день, пройдя через рестайлинг в 2020. Этот и без того современный во всех отношениях автомобиль получил изрядную долю обновлений с рестайлингом в 2020 году, не только внешне, но и основное по части агрегатов под капотом. На российском рынке эти машины предлагались со следующими вариантами двигателей. Для дорестайлинга бензиновые моторы 2,4 и 3,5 литра, мощностью 188 и 249 лошадиных сил, а также дизель объемом 2,2 на 200 лошадей ровно. После рестайлинга линейка агрегатов обновилась полностью, хотя объемы остались похожими. Младшим в линейке стал бензиновый мотор 2,5 литра, относящийся к новому семейству Smart Stream на 180 лошадиных сил. Вместо V6 занял другой мотор такой же конфигурации и с той же мощностью. Не миновало обновление и дизельный агрегат. Мощность 199 лошадиных сил, объем тот же 2,2. Что касается коробок передач, на дорестайлингах стояли только автоматические КПП на 6,8 ступеней в зависимости от двигателя. Ну а на рестайлинговых автомобилях на дизелях появился еще и 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями типа DSG. Привод у всех российских Santa Fe сугубо на все четыре колеса. Наш сегодняшний экземпляр автомобиль 2022 года это рестайлинг с двигателем 2,5 литра и пробегом 7000 километров. Четвертый Santa Fe это действительно полноразмерный семейный автомобиль. Длина автомобиля 4,77 метра, ширина 1,89 метра, высота 1,68 метра, колесная база кроссовера 2,76. Радиус разворота мог бы быть и поменьше 5,7 метра, а каталожное значение дорожного просвета для этого автомобиля 185 миллиметров. Что касается толщины и качества лакокрасочного покрытия, про качество пока говорить преждевременно, но вроде бы нареканий на лакокраску по этим автомобилям за последние 3-4 года не накопилось. А толщина ЛКП у этих машин будет лежать с завода в диапазоне от 95-100 до 140 микрон. Традиционно обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения, тем более что это полноразмерный семейный кроссовер и хозяйственные функции для него далеко не вторичны. Доступ в багажник нам открывает довольно объемная пятая дверь, в смысле большая по размеру. Визуально багажник достаточно большой, каталожный объем при поднятых сидениях второго ряда 1036 литров. Это цифры для пятиместной модификации, такой как у нас. Конечно, если речь пойдет про трехрядный салон, где сидения третьего ряда будут развернуты, объем багажника там будет менее чем 400 литров. Давайте посмотрим, как обстоят дела с размерами. Ширина багажного проема в его средней части это 116 сантиметров. Высота багажника от пола до потолка порядка 75. Длина багажного отделения от спинки заднего сидения до крышки багажника 105 сантиметров. Максимальная ширина багажника в задней части 133, а между колесными арками 107 сантиметров. Если же вам нужно перевести какой-то габаритный груз, вы можете сложить спинки сидений второго ряда, причем сделать это вы можете очень быстро и удобным способом. Здесь две клавиши, которые отвечают за складывание левой и правой половинки сидения, и складываются они буквально по одному нажатию, причем все это сделано на одной стороне салона. Не приходится тянуться по разным бортам, как на некоторых других автомобилях. Объем багажного отделения при сложенных сидениях возрастает до отметки 2019 литров, а по длине по полу получается 187 сантиметров. Если же вдруг вам надо увезти что-то из ряда вон длинное, проталкивайте между передними креслами. В этом случае длина перевозимого груза будет порядка 2,50. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению, здесь можно отметить плафон освещения, с правой стороны присутствует 12-ти вольтовая розетка, те самые клавиши складывания сидений и небольшая ниша, куда можно что-нибудь заскладировать. Также сбоку у нас присутствуют крючки для крепления багажной сетки. Ну а под фальшполом, который в данном случае у нас разделяется на две части, присутствует большая багажная ниша с пенопластовой формованной емкостью, которая делит ее на три отдельных отсека. Естественно, в семиместной версии здесь будет находиться заднее сидение. Ну а в передней части бардачка под фальшполом мы видим штатный инструмент, довольно внушительный по размеру домкрат, баллонник, вороток и буксировочная петля. Что обязательная поклажа в виде, например, буксировочного троса, знак аварийной остановки, аптечки, огнетушителя и так далее, стопроцентно разместится в этом автомобиле под полом и не будет портить эстетику багажного отделения. Ну а теперь про сам салон Santa Fe 4 генерации. Попадая сюда, отмечаешь сильно возросший уровень исполнения интерьера. Это касается и дизайна, и стиля, и качества материалов. Салон в нашем случае полностью кожаный. Здесь удобные сидения, причем удобные без всяких натяжек. У них очень хорошо выраженный профиль и боковая поддержка. Это касается в основном спинки сидения, но есть некоторое количество боковой поддержки и на самом сидении. При этом сидения здесь отнюдь не жесткие. Они абсолютно такие, какими должны быть в меру упругие. В плане посадки за рулем, мне с моим ростом 1,86 м, довольно быстро удалось подобрать удобную позицию. Рулевое колесо здесь регулируется по наклону и по вылету. Причем диапазон регулировки очень и очень большой. Так что есть приличный шанс, что большинству людей его хватит. Водительское сидение в данном случае имеет электрические регулировки. И диапазон этих самых регулировок также достаточно широкий. Если я отодвину сидение до упора назад и опущу подушку вниз, я могу вытянуть свою левую ногу в колени. И при этом я не достану натянутым носком до пола салона. Кстати говоря, пассажирское сидение в данном случае имеет электропривод. И управлять им может не только передний пассажир, но и человек, сидящий за ним на заднем сидении. При необходимости сидение можно сдвинуть и поменять наклон в спинке, высвободив себе дополнительное пространство для ног. Подобную опцию до этого мы видели в Kia K5, а еще раньше до этого в японских представительских седанах для внутреннего рынка. Что касается опоры под локти, в данном случае с ней все в порядке. На дверной карте есть подлокотник, который ровно там, где он в принципе и нужен. И на центральном боксе также есть подлокотник. Правда, здесь он никак не регулируется, но он просто находится на нормальном правильном месте. Что касается органов управления, руль относительно небольшой по размеру, очень хваткий, приятная отделка кожи, не скользкий, что немаловажно. Что касается разного рода кнопочек и прочего, у нас под левой рукой типичный пульт управления стеклоподъемниками, боковыми зеркалами. Зеркала складываются, а все четыре стеклоподъемника в этом автомобиле электрические. Слева от руля у нас всего две клавиши. Это выключение системы стабилизации и рукояточка-регулятор корректора фар. На рулевом колесе с левой стороны сгруппированы кнопки управления мультимедийной системой и телефоном, которые подключаются через Bluetooth протокол. Справа на руле управление круиз-контролем и бортовым компьютером. Кстати, меню бортового компьютера здесь довольно обширное. На него можно вывести массу разного рода полезной для водителя информации. Подрулевые переключатели здесь переключаются с очень приятным, хорошим усилием, без каких-либо дешевых пластмассовых щелчков. Пользоваться ими удобно, тянуться к ним не нужно. Мультимедийная система имеет экран с большой диагональю и очень хорошей четкостью. Она поддерживает Android, Auto и CarPlay, так что сюда вы можете прицепить телефон и пользоваться привычными вам приложениями. Также на экран бортового компьютера можно вывести и меню климат-контроля, которое в обычном положении, если у вас играет радио, отображается в сжатом виде в верхней части экрана. Здесь двузонный климат, температуру вы можете регулировать по отдельности. Причем клавиши управления климат-контролем очень удобные, они хорошо сгруппированы, и логика работы климатики абсолютно понятна. Блок клавиш ниже представляет собой две большие группы. С левой стороны у нас кнопочный селектор коробки передач. Подобное решение вы могли видеть на автомобиле Чайка ГАЗ-13 либо на американских автомобилях 60-х годов. С виду непривычно, но пользоваться им на самом деле очень удобно. С правой стороны у нас большая шайба выбора режимов работы автомобиля. Режим экономичный, обычный, спортивный, либо режим смарт. С правой стороны от шайбы расположены клавиши активации вспомогательных функций. Например, контроль скорости на спуске, парктроники и камера заднего вида. Ее можно вывести на монитор принудительно, а можно в авторежиме при включении задней передачи. С левой стороны клавиша включения-выключения режима автохолд, когда автомобиль держится на месте до нажатия на педаль газа, что очень удобно в пробках. Клавиша включения подогрева рулевого колеса. Кстати, на этом автомобиле подогреваются еще и передние и задние сидения. Ниже у нас место с подстаканником. Он здесь один. Рядом USB разъем и клавиша включения беспроводной зарядки для телефона. Телефон в данном случае заряжается в карман вертикально, и сразу начинается зарядка, если эта функция активирована. Есть второй подстаканник, он же держатель для удобной пепельницы. И бардачок в центральном боксе. Довольно глубокий и объемный. Также на передней панели у пассажира есть удобная полочка, куда можно положить, например, мобильный телефон. Причем покрытие здесь прорезиненное. Соответственно, все, что вы сюда положите, никуда не соскользнет. И довольно неплохой по объему бардачок, куда вместятся бумаги формата А4. Что касается комбинации приборов, на мой вкус, шрифт слегка мелковат, но в принципе панель не кричащего дизайна, умеренной расцветки и пользоваться ей достаточно удобно. По части обзорности в этом автомобиле вопросов на самом деле минимум. Да, это современная модная узкая линия остекления. Лобовое стекло выглядит не слишком огромным по площади, но видно все, что должно быть. Боковые зеркала здесь крупные, несмотря на зауженную к краю форму, плюс присутствует функция мониторинга слепых зон. Боковая линия остекления также в целом достаточно низкая. И в этом автомобиле вы видите края капота, хотя его передний край уже теряется где-то далеко. Так что небольшая привычка к габаритам может потребоваться. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Впечатления крайне положительные. Первый момент, который успеваешь отметить, это высота подушки сидения. В этом автомобиле сидение заднего ряда располагается выше передних. Положительный эффект от этого удобная посадка, когда при стоящей на полу ступне у вас нет промежутка между вашим бедром и сидением. То есть вы не сидите вот так на весу, что в дальней дороге приводит к излишней усталости. Заднее сидение здесь также в меру жесткое. Оно с виду профилированное, но профиль этот выражен не столь явно, как на передних креслах. Соответственно, третий пассажир при желании здесь спокойно разместиться. Благо отсутствующий тоннель на полу этому способствует. Я сейчас сижу сам за собой, и мои колени не касаются переднего сидения. Плюс под сидением водителя, ну и под пассажиром, соответственно, достаточно места, чтобы убрать туда ступни. Так что посадка в этой машине достаточно вольготная. Запас пространства над головой здесь также большой. К услугам задних пассажиров регулируемый наклон спинки сидения. Правда, сейчас это максимально отклоненное назад положение. Вряд ли кто-то будет ездить вот так. Также для задних пассажиров есть довольно удобный и широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Под левую руку также есть упор. Соответственно, ехать на дальнее расстояние на заднем сидении этого автомобиля можно с комфортом. Также у задних пассажиров, как мы уже упоминали, есть собственные подогревы на две степени работы сильной-слабой стеклоподъемники, две розетки USB для зарядки мобильных устройств, собственные дефлекторы вентиляции, плафон освещения и возможность двигать переднего правого пассажира. Что касается двигателей, которые располагались под капотом Santa Fe этой генерации на дорестах и рестайлах после 2020 года, это будут разные моторы. Базовым двигателем на удоре стайлинга, если говорить про бензин, был мотор объемом 2,4 литра G4KE. Этот двигатель долгожитель производства с 2008 по 2019 год. Это рядная алюминиевая четверка с 16-клапанной ГБЦ с двумя распредвалами, с самым обычным распределенным впрыском топлива, цепным ГРМ, без гидрокомпенсаторов зазоров клапанов и с фазовращателями. Двигатель выдавал 188 лошадиных сил. К моменту, когда G4KE добрался под капот этого Santa Fe, он получил несколько важных модернизаций. На этих моторах блок балансирных валов совмещен с маслонасосом. Плюс с 2012 года компания добавила в этот двигатель маслофорсунки для охлаждения днища поршня, что по идее должно было предотвращать тепловой прихват поршней, соответственно образование задиров. Ранние версии G4KE отметились как не очень хорошие моторы. Помимо задиров, которые на них встречались достаточно часто, у них еще была проблема с маслонасосом, следствием которой становился проворот вкладышей коленчатого вала. Многие из таких двигателей были поменены дилерами еще по гарантии. Однако на Santa Fe этой генерации массовыми эти проблемы уже не являлись. Видимо, сказалось, все-таки постепенная работа производителя над ошибками. Единственный момент, который вызывает здесь нарекания, это скромный ресурс цепи ГРМ, порядка 150 тысяч километров. Второй, не менее древний мотор у дорестайлинга, это G4DC. Тоже выпускался с 2009 года. Это уже алюминиевая рядная шестерка на 249 лошадиных сил и 336 ньютон метров крутящего момента. Мотор в целом весьма неплохой. Простой по конструкции, с обычным распределенным впрыском, но также без гидрокомпенсаторов. С цепным приводом газораспределительного механизма и с проблемой, связанной с масложором. То есть на этих двигателях V-образных шестерках старой генерации были проблемы с зареганием маслосъемных колец, что приводило к прогрессирующему расходу масла на угар. Но опять же, это для старых возрастных автомобилей. А вообще, если вы смотрите дорестайлинг, 3,5 литра выбор неплохой. Правда, официально у нас такие автомобили не продавались. И скорее всего, речь пойдет про завозную и скорее машину. Дизельный двигатель на доресте, это 200-сильный D4HB. Турбо-дизель с системой впрыска Common Rail. Этот мотор имеет крайне солидный крутящий момент, 441 Нм. И при неплохой топливной экономичности делает Santa Fe весьма приемистым автомобилем. Однако, именно старый D4HB отметился рядом проблем, с которыми так или иначе сталкивались владельцы подобных авто. При том, что турбокомпрессор у этого дизеля получился на редкость удачным и живучим, были вопросы по штоку привода изменения геометрии турбины, плюс по датчику давления на дуа. Также на D4HB имело свойство выходить из строя реле управления свечами накалой, подчас с очень интересными дымовыми эффектами, когда свечи накаливания оставались включенными. На нашей практике подобный случай с машиной предыдущей генерации был. Также были нарекания на ресурс шкива коленчатого вала. И топливный насос высокого давления, который в случае выхода из строя практически сразу начинал гнать стружку в систему. Новые моторы на этом фоне выглядят несколько более многообещающе. Место младшего в линейке мотора среди бензиновых занял G4KM. Это новый мотор, относящийся к семейству SmartStream. Выпускаются эти двигатели с 2019 года. Полностью алюминиевая рядная четверка, два верхних распредвалов, фазовращатели ЦВВТ на обоих распредвалах. Впускной коллектор переменной геометрии, обычный распределенный впрыск топлива и цепной привод ГРМ. В отличие от старых моторов, на этих двигателях компания все же применила гидрокомпенсаторы, поэтому с регулировкой клапанных зазоров больше заморачиваться не придется. Из дополнительных усложняющих конструкцию элементов на G4KM электронный термостат. Как все это себя проявит со временем, посмотрим через пару-тройку лет, когда пробеги этих автомобилей начнут массово перешагивать за отметку 150-200 тысяч километров. Объем заливаемого сюда масла 5,2 литра. Вязкость 0V20 мотор, все-таки современный. Ну а бензин, который сюда рекомендует производитель, 95-й. Пока немногочисленные жалобы на G4KM связаны с расходом масла на угар на относительно свежих машинах, но массового характера подобные жалобы не носят. Место V-образной шестерки под капотом обновленного Santa Fe также занял новый двигатель, который выпускается с 2020 года, тоже относящийся к семейству SmartStream. Это G6DU на 249 лошадиных сил и 331 ньютонометр крутящего момента. Он также имеет гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и цепной привод ГРМ, но масло сюда уже заливается побольше 6,1 литра. Вязкость та же 0V20. Ну а место дизеля под капотом обновленного Santa Fe занял также двигатель семейства SmartStream D4HE. Это рядная полностью алюминиевая дизельная четверка с турбонаддувом, с интеркулером и системой впрыска Common Rail. Правда, компания поставила сюда более надежные и неприхотливые электромагнитные форсунки взамен привередливых пьезофорсунок на D4HB. А вот привод ГРМ на современном дизеле уже не цепной, а ременной. Как он покажет себя с точки зрения ресурса, опять же, будем смотреть. Пока этих моторов еще мало и статистика по ним по большому счету не собрана. Но мотор демонстрирует неплохие мощностные характеристики 199 лошадиных сил и 440 ньютонометров крутящего момента. Объем масла 5,6 литра. Вязкость 5W30. Заявленный производителем ресурс дизельного мотора 350 тысяч километров. Опять же, есть вероятность, что выходит больше. Но имейте в виду, двигатель отвечает нормам токсичности Евро-6. Соответственно, сажевый фильтр и система EGR здесь присутствуют. Возможно, с ними в перспективе на больших пробегах придется расставаться. Что касается коробок передач, на эти автомобили устанавливались на дорестайлинге обычные гидромеханические автоматы на 6,8 ступеней. В зависимости от объема мотора на рестайлинге добавилось с дизельным мотором еще и 8-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Пока автомобили еще слишком новые и статистика неисправности по этим коробкам крайне скромна. В целом, их можно охарактеризовать как надежные трансмиссии. Ну а перед тем, как посмотреть на новый Santa Fe снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. Каталожное значение клиренса для этого автомобиля 185 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. И, как обычно, каталожные цифры слегка отличаются от реальных. Под защитой моторного отсека в данном случае до поверхности земли всего 18 см. То есть на 5 мм меньше, чем заявлял производитель. Хотя эти 5 мм можно списать, конечно, и на давление в шинах, и на что угодно. До края переднего бампера в данном случае 23 см. Брызговик резиновый, кстати говоря, висит на расстоянии 19 см от асфальта. Расстояние до порога 23 см, но гораздо ниже этого у нас находится защита. От поверхности земли до нее всего 20 см. В задней части автомобиля защита и топливный бак находятся в самой низкой точке. Те же самые 20 см. До заднего бампера 24,5 см. Но ниже этой отметки, сантиметра эдак на 3, свисает запасное колесо. Так что вот оно, скорее всего, и будет тем, что примет на себя первый контакт с очень высоким препятствием. Вообще, пометуя о том, что Hyundai Santa Fe это не внедорожник, а просто высокий полноприводный универсал, дорожного просвета этому автомобилю более чем достаточно. Что касается вида снизу и архитектуры ходовой части. У Hyundai Santa Fe 4 генерации передняя подвеска выполнена по схеме McPherson. Из хорошего на передних нижних рычагах шаровые опоры крепятся болтовым соединением. Соответственно, поменять их получится даже на оригинал, по отдельности и даже без съема самого рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь крепится на подрамнике перед рулевой рейкой. Но, тем не менее, доступ к нему для замены тех же самых втулок сбоку достаточно удобный. Сделать это можно будет без демонтажа подрамника. Сама рулевая рейка в нашем случае, конечно же, электрическая. Соответственно, никаких проблем с системой гур, шлангами и так далее здесь уже не будет по определению. Паркетную сущность автомобиля выдает и кардан, вернее, его небольшое сечение. Особенно это касается средней части в районе подвесного подшипника. У того же Volkswagen Tiguan от концерна VAG все выглядит гораздо основательнее. Что касается антикоррозийной обработки, она здесь присутствует. Правда, ее не сказать, чтобы очень много. Антикор здесь частично есть на аванжеронах и на порогах. Хотя большая часть днища автомобиля закрыта либо своего рода ворсовым материалом, напоминающим подкрылки на Honda Civic, либо термозащитами, если это касается центрального тоннеля. В задней части автомобиля у нас располагается топливный бак, чаемкость 71 литр для всех модификаций и независимая задняя подвеска. В данном случае у нас по три поперечных рычага и по одному продольному на каждой стороне. Соответственно, со временем когда-нибудь это хозяйство может потребовать вмешательств. Но, скорее всего, на пробегах не меньше, чем 200 тысяч километров плюс. Доступ к заднему стабилизатору для замены что в стоек, что втулок абсолютно эталонный. Ну и в задней части автомобиля мы видим ту самую муфту подключения задней оси в работу с отдельным электромотором с насосом. Авторство австрийской Magna Steyr, которая долгое время занималась разработкой систем полного привода для автомобилей Mercedes. Тормоза на этом кроссовере, естественно, вкруг дисковые. Ручник здесь электронный и воздействует он на основные суппорта. Ну и вот она, та самая запаска в задней части, которая и определяет вашу геометрическую проходимость при движении задним ходом. Причем в данном случае это полноразмерное колесо. Таким мы увидели сегодня Hyundai Santa Fe четвертой генерации в кузове TM. Этот автомобиль 22 года выпуска с мотором 2,5 литра на 180 лошадей, шестиступенчатым классическим автоматом и полным приводом. Пробег машины 7200 километров. Если у вас уже есть подобный автомобиль, на котором вы проехали достаточно, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, задумавшимся о покупке подобного авто, ваш комментарий поможет сделать выбор. Ну а если вас заинтересовал именно этот экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео в свет машина все еще будет у нас на продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас информацию по автомобилю уточняйте по контактному телефону. Номер будет в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие машины вы бы хотели посмотреть на нашем подъемнике в будущем. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч на канале. Пока.